Девчонки, всем привет! Сегодня у нас самый теплый день за все дни, в общем весны. Сегодня у нас 15 градусов тепла, я делала свой бомбер с сайта Zafu, по-моему, я его там брала. Он достаточно теплый, плотный такой, не совсем тонкий. И в общем это счастье снять шапку и перчатки хотя бы на два дня, потому что завтра обещают опять дожди, холод. И мы вот гуляем уже, наверное, около часу, наслаждаемся солнышком. Вот, так что вечером выйдем еще, если будет что-то интересное, то обязательно вкру. Девчонки, всем привет! Сегодня у нас самый теплый день за все дни, в общем весны. Сегодня у нас 15 градусов тепла, я делала свой бомбер с сайта Zafu, по-моему, я его там брала. Он достаточно теплый, плотный такой, не совсем тонкий. И в общем это счастье снять шапку и перчатки хотя бы на два дня, потому что завтра обещают опять дожди, холод. И мы вот гуляем уже, наверное, около часу, наслаждаемся солнышком. Вот, так что вечером выйдем еще, если будет что-то интересное, то обязательно включусь. Расскажите, кстати, какая погода у вас, потому что сейчас я слышала во всех регионах такая весна, но вот у нас реально не было вообще теплых дней. И мы ходили все время в шапках. Здесь так красиво, я перестаю дышать день, с руки на минимум, чтобы не мешать. Сейчас мы завтракаем. И пользуемся таким приложением, звуки животных. Сыну нравится даже больше, чем мультики. Очень такое познавательное. Но единственное, здесь много очень непонятных животных для его возраста. Вот. Единственное, вот это мне как бы не нравится, но в целом вот ему нравится. Приложение. Кушали сейчас йогурт. Вот эти чудо двухслойные. Просто обожаю вообще. Они просто что-то с чем-то. Я их очень сильно люблю. И здесь у меня чаек, чтобы сын не пролил. Это обычный черный. Так что сегодня у нас такой завтрак быстренький, без каши. Девчонки, я уже показывала в стори вот этот продукт от Невея новинка. Взяла попробовать его. Это такая пенка-гель для душа с ароматом малинового смузи и экстрактом шелка. И он потрясающий. Здесь, кстати, большой объем 200 миллилитров. Всему просто. Я сейчас в пальто в классическом таком. Достаточно они подходят хорошо. Захар тут нашел какую-то машинку. У нас очень пасмурно. Так вообще прям сейчас вам покажу. Не солнышко, ничего нет. Но вышли все равно проветриться. Потому что достаточно тепло. Хотя бы можно ходить без печаток и без шапки. Но я без шапки. И ребенок в кроссовках это уже значит тепло. Хотя уже конец мая. Кто бы мог подумать, что в том году в мае мы ходили в футболках. А сейчас вот такая погода. Так что еще немножко погуляем и будем заходить уже домой. Достала девчонке все свои джинсы, чтобы посмотреть, что у меня на лето есть. Что мне нужно докупать будет. В общем, вот эти джинсы, они у меня такие с дырками летние. Одна пара. Это с магазина. Я даже не помню. С Тиранова. Вот эти джеггинсы. Очень их люблю. Это Бершка. Я просто вообще очень жалею, что не купила вторые. Это тоже на лето. Это Манго Аутлет. Очень крутые джинсы тоже. Но в них немножко единственное неудобно. То есть они такие немножко сковывают движения. Они не тянутся. Они как вот джинсы. Прям вот настоящие джинсы. Но я их сейчас ношу достаточно активно. Следующие джинсы, это тоже летние от Остин. Мои любимые. Тоже с дырами летние. С бахромой. Я их тоже оставляю. Я сейчас хочу посмотреть джинсы, которые я уберу вообще. Которые зимние. Эти, значит, я ношу. Вот эти джинсы просто, я не знаю. Это джинсы... Просто не то, что находка. Это джинсы, которые мне служат. Вот сейчас, если не соврать, 7 лет. Я их ношу около 7 лет. Даже 8, возможно. Вот такая фирма. Они, кстати, были дорогие. Помню, Speedway я их покупала в магазине, где собраны различные бренды. То есть не одного бренда, а там всякие различные бренды. Типа Levi's были. Tom Taylor. В общем, всякие такие. И были вот эти джинсы. Они джинсы. То есть они тоненькие, тянутся, стретчевые. Но вот за 7 лет с ними ничего не случилось. Единственное, конечно, после стирки, может быть, немножко они вот тут здесь что-то с ними случилось. Ремень уже другой. Тот, что с ними был, порвался. Но это мои самые-самые любимые. Кстати, не помню, какой размер. Или 40. А то 29 размер у меня. Чаще всего. Либо 28, либо 29 я ношу. Эти джинсы самые новые, наверное, от бренда Lost Ink. Мам джинс. Единственное мам джинсы у меня. Так, это размер 38. То есть 44 размер. Они тоже не тянутся. То есть меньше размер я бы не влезла, потому что они совсем не тянутся. У них вот такая изюминка, что здесь бахрома. И они очень плотные. Очень хорошо плотно сидят по фигуре. Единственное, в талии, так как я похудела, они у меня большеваты немного. Ну, не спадают, конечно же, так как джинсы оплодные. Я их тоже люблю, но они достаточно зимние. Но я не знаю, пока я их не буду убирать, потому что они мне нравятся. Следующие джинсы. Очень я их любила много лет. Это Tom Far. Очень-очень-очень еще расскажу. Здесь вот такой, типа Ягуар, или кто это, или Мур. Я их носила много лет. Уже, наверное, года три они у меня. Года три, наверное, да, где-то так. По-моему, после первых родов, нет, четыре, но после первых родов где-то я их покупала. Тоже 44 размер, по-моему. Не видно, тут уже бирки все стерлись, но я помню, что они были, да, или 44, либо 42 даже. Они такие стрейчевые, зауженные к низу, как я люблю. Вот. Единственное, у них низкая посадка достаточно, поэтому я их отложила. И они у меня большие в талии стали, так как стрейч тянется. Но я их все равно не буду откладывать, потому что буду их носить. Очень люблю их. Так, следующие джинсы Stradivarius. Это джинсы просто тоже моя любовь была. Я не знаю, сколько я их носила. Я их покупала, по-моему, или во время беременности, либо сразу после беременности. У них попа пушапом. Очень классно смотрится на попе. Единственное, у них оторвалось, что-то тут оторвалось. Так как я натягивала, оторвалась. Вот тут я зашивала. Ну, то есть, вот эта штучка оторвалась. По-моему, у них размер тоже 44. Они хорошо тянутся. Они очень красиво сидят, но у них очень низкая талия, поэтому я их редко сейчас ношу. Очень низкая талия все-таки не знаю. Для меня как-то как-то не знаю сейчас. Поэтому я их пока откладываю. Следующие джинсы для беременных. Ну, то есть, они не сильно для беременных. У них вот такая резинка. Я их ношу сейчас, после беременности, потому что они очень стройнят ноги. Они вот тут очень комфортно сидят. Это 44 размер тоже. Ну, то есть, в талии. У них вот такие замочки есть, которые, в принципе, я не пользуюсь. Но джинсы, да, я, наверное, их отложу, потому что они зимние. Я их ношу без колготок. Они достаточно теплые. Последние джинсы из моей коллекции. Это какого-то непонятного бренда. Эти джинсы мне большие, но я их ношу именно зимой с колготами, с теплыми колготками. То есть, эти джинсы я покупала во время, то есть, после беременности, когда мне ничего не налазило. И поэтому эти джинсы, наверное, 44 размера, 46 точнее, размера. И я их ношу именно зимой с потеплой колготки. Но они достаточно хорошо еще и тянутся. Вот какая-то фирма такая, In Ice. Какая-то китайская. Но, в общем, они очень много лет у меня. Как и вся моя вот эта куча джинс. Но, наверное, все-таки одни какие-то базовые, синие, мне нужно докупить с нормальной талией, потому что, как вы видели, вот та кучка. Вот эти, кстати, со средней талией. Почему они мне и нравятся, что у них не низкая талия. У этих тоже средняя талия, у моих любимых скини. Вот. Поэтому. Напишите, кстати, сколько джинс у вас. Я сейчас, кстати, уже сбилась со счета. Не могу сосчитать. Сейчас буду пересчитывать. Но, я думаю, что-то около 10, наверное, у меня тут есть. Ну что, доброе утро. У нас на часах 8.30. Мы уже гуляем. Сегодня у нас всего лишь 2 градуса. Я успела накраситься, сделала такой легкий макияж освежающий. Вот. На голове у меня черти что. Потому что собирались очень-очень быстро. И гуляем сейчас на детской площадке. У меня Захар тут гоняет голубей. Вот. Потом попозже пойду уже как потеплеет со вторым ребенком гулять. Гуляю я с ними по очереди. И чаще всего люблю вообще сама гулять с утра. Поэтому мы очень-очень рано ходим. Девчат, ну что, уложила я Захара спать. Пью сейчас кофе. Наверное, буду на этом завершать свой влог, дабы он не был слишком длинным. Вот. Обязательно пишите мне в комментах, если вам нравятся влоги, если вы ждете влоги. Если вам не нравятся влоги, то какие видео вы хотели бы на моем канале. Потому что я снимаю практически обо всем. но как-то не пойму до сих пор, что именно нравится вам. Поэтому обязательно мне пишите. Я вас целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok